Привет, с вами Ньерл, и это продолжение летсплея игры Спейсмарин. Наверное, я должен смотреть на весь гримдарк, который меня окружает. Имперским гвардейцам в Империуме быть очень плохо. Ты живешь очень недолго, и обычно эта жизнь болезненна. И наполнена смертью. Ай, лейтенант! Что там, лейтенант? Это, наверное, единственная женщина в игре, которую зачем-то... Да, это она! Которую сюда зачем-то запихали. Ну, у нее хотя бы не какой-нибудь бронебикини. Флаг бикини. Я удивлен, что Витус не добавил, почему ты не на кухне. Как много? Девушки отдыхают 10. Еще бы. Люди иногда умирают на войне. Да, и мы должны поверить, что она... Боевый ветеран, потому что у нее есть небольшой шрамчик на брови. Вряд ли она ветеран. По-моему, это людей должна быть ее первой миссией, или типа того. Я особо не вчитывался в... Небольшая ороча проблема. Ладно. Спускаемся. Эта штука выглядит, как будто там лежит оружие. Посмотрим. Я не уверен, что там должны давать вообще оружие. До... А, нет, должны. Что это? Как я подобрал замедление из ящика? Я думал, что это должен быть какой-то... Небуквальный концепт ярости. Блин, довольно буквальный. Я не думал, что это будет какая-то вещь, которую можно подобрать из ящика. Как новое оружие, оно дает доступ к ярости. Как-то странно. Да, у меня уже есть полное. Это значительно упростит мне работу с орками. Да, потому что они будут превращаться в кашу. Очень-очень быстро. По-моему, даже на любом из них можно будет сделать добивание просто сразу же. Но это будет... Да. Целый Фордж Ворлд и ни одного техножреца в радиусе. Это Василиски. Во втором мудовике этих ребят не было. Зато там есть межконтинентальные ракеты. А нет, межконтинентальные ракеты это не Монтикора. Это страйк, кажется. Вау. Крутая штука для ороков. Дига, дига. Вообще, диги это были человеческие племена в РПГ про орков, которая называлась Горка-морка. Диги это были ребята, которые жили в микронских развалинах, и они хотели быть похожими на орков. Горка-морка была довольно интересная РПГ. Там надо было собирать Спейс Халк, кажется. И команда, которая побеждала, улетала в космос с Ти-Ва. Еще один черепок. Я снова не задержал кнопку Е, чтобы его послушать. Ладно, это вряд ли кому-то интересно. Кого волнует сюжет? Так, идем дальше. Я вижу, там что-то блестючее. Скорее всего, патроны. Да. И гранатки. В мультиплеере для того, чтобы подобрать патроны, выпадающие с трупов, нужно немножко задержать кнопку Е. Что делает эта женщина? Хорошо, что в этой игре союзники бессмертные. Если бы они умирали, то просто... Потому что они обычно стоят в центре вражеской группы и их со всех сторон убивают. Пытаются убить, по крайней мере. Гранатка ударилась прямо в мою голову, но я от нее отошел. Нажмите пробел, чтобы перекатываться в укрытие. К сожалению, за них нельзя прятаться. Так что можно просто перекатываться. Бэм. Граната. Единок. Мне опять говорят не выключать компьютер. Не знаю. Наверное, они боятся, что игра покажется мне настолько отвратительной, что я отключу компьютер прямо сейчас. Что здесь лежит? Да, это бункер имперской гвардии. Довольно открытый для бункера, по-моему. Но это он. Как мне кажется... Я не особо разбираюсь в бункерах, честно говоря. Я кастер. Не военный инженер. Какое-то некрасивое солнце. Ладно. Так, совершенно некрасивое. Что в этом бункере? Тоже ничего. Мы идем дальше. Я не знаю, что с нами делает эта женщина. Наверное, есть какое-то сюжетное оправдание тому, что она... Где-то ходит... В дне командного здания. По сюжету она вроде бы... Последнее, что осталось вообще. Вот... Тяжелый болтер! Тяжелый болтер! Эй, что? Он берет тяжелый болтер! Просто снимает его с платформы. Я не знаю, как эта штука называется. Вот там, на которой он стоял. И начинает стрелять. Так, перегрев. А у него еще и патроны бесконечные. Это вообще... Как так можно? Давать тяжелые болтеры с небесконечными патронами. Ну, хотя бы, если... Если уж дают тяжелый болтер, то... Хотя бы с чем-то одним. Или у него конечные патроны, или он перегревается. Потому что... То и то это уже слишком для такого замечательного оружия. Немного... Убивает радость от его использования. Причин. И меня откуда-то оттуда стреляли. Привет. Как дела? Британская женщина что-то рассказывает про орков. Похоже, что орки захватили какое-то зенитное орудие. И теперь не дают гвардейцам приземляться. Умно со стороны орков. Интересно, сколько вообще игр про Вархаммер Починялось шаблону. Сначала нападают орки, но оказывается, что за всем этим стоит кто-то еще более опасный. Орки всегда оказываются такой... Таким первым разминочным врагом. Этому шаблону под него попадал самый первый Дон оф Вор. Ванильный. Потом второй Дон оф Вор. Там были не хаоситы. Вот в первом были именно хаоситы. Я смотрел трейлеры к этой игре, так что я уже знаю о том, что здесь злодеями главными являются хаоситы. Во втором там орки прикрывали сначала Эльдар, потом Тиранит. Что там? В общем-то все, наверное. В фас-райзинге. Сталкер-болтер. Потому что мне нужна снайперская винтовка. Наверное. Я не знаю, насколько он хорош в мультиплеере. Но я не удивлюсь, если там будет много людей, которые будут его использовать. Хотя, учитывая, что там есть ассолты... Хе-хе. Солты довольно быстро разберутся с такими снайпами. Мы не смогли сделать это в интернете. Там просто не достаточно для нас. Вы проживали так долго на своем пути, лейтенант. Вы сделали хорошо. Но вы не остались. Мы вернемся в мультиплеере. Вы получите свои защитные. Как мило. Ультрамарин говорит. Это не важно, что вы не смогли сделать ничего важного. Вы остались живых. Это уже достаточно хорошо для гвардейцев. А сейчас мы с парнями пойдем и сделаем всю работу. Чтобы вы не умерли. Как маленькие глупые гвардейцы. На самом деле он сказал не это. Не в таком оскорбительном тоне, по крайней мере. В демке он предлагал людям записываться в трупоуборочные бригады. Я точно не слушаю, что он делает здесь. Что я говорю. Я точно не знаю, сколько будет длиться каждое видео. Думаю, мне придется периодически его просто обрубать. Да, я вряд ли буду как-то лично обозначать конец видео. Хотя придется. Да, мне дали снайперку. Конечно же, мои враги теперь находятся очень далеко. Какое удачное совпадение. Ну, зато, надеюсь, будет очень много врагов, когда мне дадут громовой молот. И что здесь? По этой лестнице? Даже она может везти. Неужели к какому-то секрету? Нет. Ультрамарин не может прыгать или подтягиваться. Так что, никаких секретов для вас сегодня. Мои соседи в очередной раз начинают сверлить свою стену. Я не знаю, что они там сверлят, но они делают уже это месяц. Да, и пока... Я не знаю, будут ли выходить касты, пока я заливаю летсплей спейсмарина. Может, как-то не хочется прервать его в списке видео. Так, здесь что-нибудь? Ну, иконка берсерка и скилинг-флор показывают мне, куда надо идти. Это уже неплохо. Так что, мне до сих пор так и не пришлось использовать ярость. Думаю, с ней это было бы совсем легко. Бегаем и ищем штуки. Интересная жизнь спейсмарина. Наконец-то. Это было... Это был сегодня Норк. Так, больше патронов. Ладно. На этот раз мы его послушаем. Это был небольшой кусок аудиоблога. В имперской гвардии. Спейсмарины. Это спейсмарины. Да, это мы. Маленькие глупые гречины. У них тоже какой-то дурацкий голос. В втором до веке был намного лучше. Норки здесь вообще так себе звучат. Не знаю почему. Наверное, те актеры, которые их озвучивали в Дон оф Фор были заняты. Еще черепа. Да, это аудиоблог гвардейца Александра. Готов поставить, не знаю, что-нибудь на то, что он умрет. В конце. Просто потому, что это гримдарково. В Вархаммере все должно быть всегда мрачно. Гвардейцы это пушечное мясо. Учитывая, что они делают, например, в кодексе имперской гвардии. Там были гвардейцы, которые переманеврировали Эльдар. Которые задушили... Ну, один гвардеец. Который задушил лорда Хаоса. Стракен, по-моему. Про то, какой зверь Слаймарбо, я даже начинать не хочу. И орки. Не бойтесь меня, орки. Я убью вас быстро. Главное, придите и сделайте мне весело. Ходить среди развалин это не очень интересно. Авитос Фаддэй, двигайтесь. Кто-то хрипит. Привет, Гричин. Привет, двой рубак. Идём вперёд, собираем штуки. Идём вперёд, собираем штуки. Не знаю, зачем мне дают так много гранат. Тут просто недостаточно врагов на то, чтобы их использовать. Проклятые сверлильщики. И ещё больше бункеров. Ещё больше патронов. Лучше бы они мне вместо патронов дали кого-нибудь, на ком я мог бы их использовать. Это же, наверное, третий ящик патронов, который я нахожу на 4 или 5 орков. Это при том, что я играю на максимальной сложности. Отлично, я взорвал эти штуки. О, вот ещё. Зенитное орудие. Наконец-то, ребята, выходите, давайте поиграем. Уху-ху. Жеронима. Ну, теперь мне уже получше. Они быстро кончились. А ну, иди сюда. Бэм. Просто. Причём его отбросил. Интересно. Таким образом можно делать два типа ударов или только один? То есть... Я могу только их толкать. Или как-то атаковать. Потому что, как бы... Использовал разные кнопки рукопашной атаки. Просто... Реализовывание и... Именно рукопашную атаку. Реализовывание, отбрасывание. Сказать. Стан. Оглушение, вот. Посмотрите на эти кабели. Есть пауэринг-контрапшины. Продолжение следует... Они довольно громкие для электричества. Наконец-то! О, я знаю это место. Это то место, где нам дадут ракетный ранец. И на этом, я думаю... Хотя нет. Я же... Решил не прерывать видео. Но, скорее всего... Одно видео закончится. Сейчас следующее продолжится. Так. Джампак! Джампак! Это должно быть довольно весело. Да, и у меня, по-моему... У меня сейчас не должно быть сталкер-болтера. Да, он мне просто недоступен. В демке его даже не было в списке. Это уже второй ракетный ранец, который использует Титус. Первый он просто выбросил. Я не знаю, зачем он это сделал. Был на урочем корабле. Он внезапно просто его снял. Я не знаю. Может, он просто не показался полезным. Я слышал, что где-то на этом уровне можно найти мельту. Но я не думаю, что это правда. И сейчас... Вон там что-то вверху. Думаю, не мельту, так череп здесь точно можно найти. В одной из этих пещер. Где-то пещеры. Это комнаты. Пещеры — это натуральное образование. О, да. Здесь будут танк-бусты. Эти парни наносят много урона. Так что-то я хожу по земле. Это неправильно. Надо прыгать. И вон танк-бусты. Они сносят где-то по половине жизней. Одним ударом... Да, и по-моему, ракетный ранец — это имба. В этой игре... У него нет никакой перезарядки. Можно просто бесконечно подлетать и таранить. Иди сюда. Хранк, дай уманс. У меня орки здесь не орочи. И головы у них какие-то квадратные. Это я вряд ли могу с ума. Что? А да. Мне подсказывают, что я могу нажать левую кнопку мыши во время полета для того, чтобы... Нагибать. Да, по мне, похоже, стреляют, потому что у меня броня уменьшается. Пытаюсь сломать укрытие. Блин. Все эти четыре танк-бусты не очень вружелюбны по отношению ко мне. И этот ландшафт тем более. Да, тут можно просто бесконечно прыгать. Топтать. Прыгать и убивать. Можно понять весь пафос спейсмарина, когда он может растоптать орку-голову на воздухе. Так. Там бусты за неразрушимым укрытием тоже умрет. Да, и когда мы зайдем в тот туннель, кажется, уровень должен прекратиться. По крайней мере. В Дэнтон так делал. Я пойду поем. Потому что я голодный. Я забыл о том, что он носит урон, даже если граунд-паун не делать. Так что я приземлился на несколько взрыв... взрывающихся бочек. Произносить слова это сложно. И... Хошь, все орки убиты. Хорошая работа, бессмертная NPC. Активейт. Нет, уровень не кончен. Нет, уровень не окончен. А да, он и там не был окончен. Кажется. Я не уверен. Возможно. Я в демку особо много не играл. Были люди, которые в нее много часов наиграли. Возможно, я просто небольшой фанат подобных экшенов от третьего лица. Но я играл в нее не так много. Время умирать, люди! Время умирать, люди! Они звучат не как орки, а как шотландцы. Шотландцы, конечно, страшные, но не настолько. Точно, просто шотландцы. Хилдам, спейс-маринус. Подлетаем вверх. Как-то забавно так планирует, когда... Просто даже никуда... Так, ладно. Я их поубиваю просто ракетным ранцем. Потому что на это есть ачивка. Ачивки это... Хорошо. На самом деле, не очень. Ну, если они есть, почему бы их не повыполнять? Интересно, если я не сильно нажму... Пробел... Нет. Пробел одновременно с шифтом не работает. То есть он... Не дэшится во время... Полета. На ракетном ранце. Мы идем дальше. Мы видим... Значки гофов. Челюсти. И значок... Кравых топоров. Похоже, здесь... Много врачих планов. Интересно. Дэдскалзовский, а то что он видел. Дэдскалзы, конечно, самые важные. Ваше здоровье низкое. Нажмите маус 2 для того, чтобы парализовать. И для того, чтобы убивать. Да, в оригинале управление довольно плохое. Удар рукопашный находится на правой кнопке мыши. А оглушение находится на кнопке F. Кнопка F. При том, что оглушение вам нужно использовать вообще в каждой битве рукопашной. Для того, чтобы хоть что-то в ней сделать. И не умереть. И это очень неудобно. Я переназначил управление. Конечно, он стал чутка поудобнее для рукопашной битвы. И намного удобнее для дальнобойной. Для дальнобойной она абсолютно неудобная. И думаю, для мультиплеера, когда я пройду кампанию, я переставлю управление на старое. Ракета прямо в кузо. Но ультрамарин не впечатлен. Да, это было и в демке, думаю. Потому что демка кончалась тем, что наш главный герой отцеплял свой ракетный ранец. Здесь он тут вообще не сделал. Геймплей. Торк распилен над полом? Нет. У него отрублена голова. Некоторые люди жалуются на то, что с орками в них нельзя расчленять. После добивания они довольно часто расчленяются. Вообще, только после добивания они расчленяются. Так-то обычно нет, к сожалению. И да, я точно помню. На этом месте кончалась демка. И на этом месте я закончу это видео. И пойду поем. Великолепная точность пол-пистолета. Мне нехватит тратить на него что-то больше. Еще он такой толстый. Сколько я патрон не уже всадил? Любому орку поменьше бы этого хватило. За глаза. Нет тут какой-нибудь гречина. Нет, все аптечки закончились. И если это видео вам понравилось, переходите к следующему. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в группу в стиме. До свидания.